На предварительном слушании суд установил, что в ходе досудебного расследования нарушений уголовно-процессуального законодательства не допущено. Меры пресечения для обвиняемой избрана подписка о невыезде. Известно, что суд уже наложил арест на все имущество и банковский счет подсудимой. На протяжении 6 месяцев, когда шло следствие, мы не давали никаких интервью, мы нигде не выступали. Все время думали, что этот процесс не дойдет до суда, что в конце концов он закончится на той стадии и будет принято правильное решение. Так действовать и по отношению ко мне, и по отношению ко всем, по отношению к нашей республиканской организации, это просто, ну, я считаю, что преступление. Про союзы нельзя давить, про союзы нельзя подавить, нельзя вот так с ними обращаться, потому что мы защищаем представителей работников. Самих работников, мы представляем их интересы на всех уровнях власти. Непосредственно потерпевшими по делу заявлены несколько бывших членов профсоюза. Более чем в течение часа свои показания давала одна из заявительниц. Она в частности сообщила, что материальных претензий к Харьковой не имеет. И материальные я ничего к ней нет, претензий ничего не предъявляю. А почему вы набрали все претензии в вашем качестве потерпевшей? В качестве потерпевшей то, что они написали за моей спиной вот эти протоколы. Вы не знаете содержание данных протоколов? Что там было написано? Не знаю. Не знаете, да? А когда вас следователь вызвал? Да. Он вам вообще сумму определил? Сумму расстрата, ущербов? 19 миллионов, кажется. 19 миллионов? Да, вообще. Представители профсоюза считают, что это дело является следствием нарушения внутренней субординации в профсоюзе. На сегодняшний день мы видим нарушение, когда рядовой член профсоюза вмешивается в дела в республиканского объединения. Потому что он, во-первых, не входит в ревизионную комиссию, он не занимается и не входит в управление профсоюзом. То есть он просто рядовой член, который платит членские взносы. Если он платит членские взносы, это однозначно, он не имеет права на их, так скажем, изъятие или требовать возмещения какого-то материального ущерба. Разбирательство по делу Харьковой продолжается. Продолжение следует...